Всем огромный привет! Меня зовут Карина и сегодня у нас будет парфюмерное видео, знаете, Великое выселение флаконов. Это как великое переселение народов в начале позапрошлого уже тысячелетия, но только с флаконами. Я решила, что мои припадочные абсолютно парфюмерные чистки, которые у меня проходят от одного до четырех раз в год, надо как-то систематизировать, приводить их к двум в год, весна и осень, и, собственно, показывать в том числе и вам. Когда я в прошлый раз такого плана видео снимала, вы его приняли с большим интересом. Я, собственно, исповедую идею того, что не вещи служат, вернее, не человек служит вещам, а вещи служат человеку и превращаться просто в хранителя флаконов, знаете, как дракон с маук, сидя под одинокой горой, хранил сокровища. Это такая себе идейка, потому что в конце концов можно дойти до того, что флаконы выселят тебя из квартиры. И зачем это нужно? Тем более, что, знаете, в отличие от сокровищ дракона с мауга, флаконы имеют свойство портиться, если ими не пользоваться, несмотря на то, что там даже их супер аккуратно как-то хранить, все-таки парфюмерия – это не то, что не имеют срока годности. Духами нужно реально пользоваться, их нужно носить, их нужно любить, а не просто, чтобы они стояли и вы на них смотрели. Это, собственно, призыв и к самой себе, хотя я, в общем, не склонна беречь, жалеть и прочее. Но и ко всем, кто иногда мне пишет в комментариях, что вот наконец-то там добыл давнюю хотелку, а теперь даже жалко пользоваться. Добыли хотелку – радуемся, пользуемся и носим. Я сама с интересом смотрю видео других блогеров, если такие вдруг появляются, хотя, кстати, они не очень часты на YouTube на тему какого-то такого вот гранд-расселения. Почему? Ну, просто потому что не только поступление новобранцев в парфюмерные шкафы дает понимание о некоем вкусе человека, а скорее то, что остается, вот приход минус расход, и вот то, что осталось, вот это и есть какой-то такой парфюмерный портрет, поэтому интересно смотреть не только приходы, но и уходы, в том числе и шкаф, чтобы в конце концов понять, как-то, что человек себя представляет в плане его парфюмерного вкуса, в плане его парфюмерной подписи и так далее и тому подобное. Потому что, знаете, это интересная штука. Иногда мы думаем, что мы любим вот это, вот это, вот это, а потом ты понимаешь, что вот этот аромат на эту тему я от него избавляюсь, а вот этот вот аромат на эту тему у меня застоялся, а вот это вот мимо, а вот это не туда. Это, знаете, у меня, например, так было в свое время с ирисами, потому что я долгое время жила в твердой уверенности, что я люблю ирисовые ароматы. Но в какой-то момент я поняла, что я люблю, видимо, покупать ирисовые ароматы, потому что они у меня стоят, 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 стоят и стоят. Я ими не пользуюсь И на сегодняшний день у меня в шкафу ирисов практически не осталось Вот С одним у нас сейчас идут сложные переговоры И надо еще внимательно посмотреть Может быть что-то там еще есть Это первая часть, будет совершенно точно вторая Потому что я пока не забиралась глубоко в недре шкафа Я так по верхам пока просмотрела Вот Поэтому если вам интересно Не только тема выселений Как я уже сказала, будет вторая часть Но и вообще парфюмерная На канал нужно подписываться Нужно жамкать в колокольчик Иногда бывает, что он правда присылает уведомления о выходе новых видео и начале стримов Кроме того Нужно обязательно Заглядывать в инфобокс Там есть всякие ссылочки на всякие мои социальные сети Типа телеграма, инстаграма Потому что иногда Вы мне пишите в комментах Типа, Карина, а что ты думаешь об аромате Неважно там Допустим, я не знаю, шанель номер 5 А я вот недавно писала про шанель номер 5 в телеграм И получается, что я либо как попка дурак Должна повторять одно и то же Да, либо просто посылать человека Что-то там искать, что уже в постах было Какое-то количество времени назад Поэтому подписывайтесь Там обычно по теме интересно В инстаграм еще в сторис бывает код Вот, а я перехожу непосредственно к теме И прежде чем прям вот показывать вам выселяемые флаконы Нужно сказать, что я распытаюсь с ароматами Не потому что они плохие И можно, конечно, попытаться сейчас ловить меня на слове Что ты же их хвалила, а теперь ты с ними прощаешься Да, я хвалю ароматы Потому что они мне нравятся в моменте Или потому что я могу оценить их красоту Независимо от моего собственного парфюмерного предпочтения Просто потому что это хорошо сделано И рассказать, кому это может подойти Или же я просто могу перелюбить, перехотить Ну вот не нравится мне уже сейчас Да, вот не носится у меня, застоялась Я нашла на эту тему что-то лучше, интереснее Это просто, в принципе, какая-то закрытая моя парфюмерная глава И все в таком духе Я думаю, что все мы это переживали Когда меняется гормональный фон Меняется какое-то внутреннее состояние Настроение, запросы и прочее И какие-то ароматы, которые ты, казалось бы, любил И носил там практически запоем Оказываются где-то на обочине наших парфюмерных пристрастий Некоторые ароматы я продолжаю хранить Ну, знаете, например, вот я не могу расстаться с ароматом Фидон, который называется Рушавиньон Ну, потому что это же авиньонское пленение Пап, знаете ли Вот, и мне вот как историку греет душу То, что там вот авиньон Но некоторые ароматы я буквально волей Вот на силе воли заставляю себя отпускать Некоторые ароматы я отпускаю с легким сердцем Некоторые ароматы я еще Даже вот это вот посмотрев по верхам Я еще какое-то количество сейчас их уже подобрала Которые я планирую поносить Чтобы понять, мне оно надо Или мне оно не надо Потому что, знаете, такое вот на эмоциях Можно сейчас прям выставить И, конечно, да Все, с чем попрощался, всегда можно найти снова Практически Ну, то есть, если вы, конечно, продадите какой-нибудь Я не знаю, Ирис Гри Этот Жак Фат первого года Старого выпуска То, конечно, вы не найдете его назад Но давайте будем реалистами Ароматы люксовые Ароматы каких-то популярных нишевых брендов Если мы даже решили с ними попрощаться Мы вполне можем Если вдруг мы пожалели об этом расставании Потом найти их снова Но все-таки какое-то количество ароматов Которые я пока сомневаюсь Нужны они мне или нет Я решила оставить Чтобы посмотреть Вот, знаете, как последнее свидание с нынешним Чтобы понять, должен ли он стать бывшим Ну, вот, вот, примерно так Вот А теперь поехали к флаконам И первое Это действительно закрытое Или прикрытое Потому что мне понравилась Понравилась новинка Ароматы марки Нарцисса Родригес Я... Это у меня Нарцисса пудр От 50 мл Я не помню, сколько здесь надо просвечивать Ну, так по весу Плещется вроде прилично Я переела Родригесов Я их носила Где-то Года 4 Очень много И очень часто У меня был и черный кирпичик И розовый кирпичик И... Версия Лё И еще что-то я не помню Ну, короче У меня действительно было много разных Родригесов И я понимаю, что Масляные вы варианты И все такое Тем более, что у марки Какое-то время назад Была совершенно прекрасная Пиар-менеджер Которая просто заваливала подарками К каждому празднику И я понимаю, что я вот практически Перестала их носить То есть это хорошо Это красиво Это замечательно Но как бы флакон покрывается пылью И это неправильно Это не должно так быть Аромат хороший Аромат заслуживает новую хозяйку А в данном случае Это еще и пудровая версия И пудровые ароматы Я тоже практически перестала носить У меня был такой повышенный интерес К пудре Зимой 16-го осенью 17-го года Когда я просто За там 3 месяца Накопила какое-то Безумное количество Пудровых ароматов И потом вот так вот Очень легко От них от всех избавилась Потому что Ну вот Потому что все Я оставляю себе Остаточек У меня совсем небольшой От полтинника Это может быть Ну вот на мизинчик Какой-то указательный палец Не важно Где-то на пальчик Остаток От версии Абсолю Которая в фиолетовом флаконе Она была лимиткой И Такой был Чуть-чуть туберозный Там аромат И мой любимый Из родригезов Это белый кубик Причем белый кубик Он же типа снят Насколько я помню И у меня 100 миллилитров ведро С достаточно таким Прям Ну там Что-то сношено Но там довольно много Внутри Я бы вообще Конечно в идеале Тот белый кубик Поменяла на Тридцатку Там с доплатой В мою пользу Но Ходить бегать Вот и сказать Что поменяете мне 100 на 30 Мне немножко лень Хотя я знаю Что фанатового аромата Много Но правда лень А вот Самое простое Что я могу сделать Это выселить Вот этот полтинник Я уверена Что Многие его любят И кому-нибудь Он точно пригодится Еще один аромат Который я тоже хвалила Который я считаю Одним из самых удачных Линейки Ле Петероб Нуар Это у нас Блэк Перфекта Это собственно Тот же самый Та же вишня С лакричником Которая в классическом Но она здесь На кожаной Такой кожаной С розовой базе Аромат хороший Но Не ношу я его Вот просто Не ношу Почему И зачем его держать Когда Тем более По-моему Это снятость И по-моему У него Такой достаточно Большой фан-клуб Поэтому я думаю Что хозяин Или хозяин У него найдется И человек будет Очень рад Опять же К слову о пудре Недавно вам показывала Его в каком-то видео Про пудровые розы По-моему Пудровые Альгидные Что-то такое Это Дроль де Роуз Для артизан парфюмер У меня старый Флакон Причем Знаете Тут видите Достаточно Приличная В этом флаконе Роза С фиалками Красивый аромат Ничего не скажешь Но Я и фиалковые розы Я оставляю себе Одну единственную Фиалковую розу Это у нас White Rose Flores И я понимаю Что на этом Тема фиалковых роз Для меня Полностью закрыта Я Люблю розы Но Фиалковые розы Я не ношу И он будет просто стоять Он в какой-то момент Не знаю Конечно Не завтра И не послезавтра Но в какой-то момент Просто испортится И зачем Гораздо лучше Если у него появится Какая-то новая хозяйка Которая будет его любить Иллюминум Black Amber Прекрасная английская марка Очень Симпатичный аромат Амбры Уда Кожи И всего такого Но я не ношу Не амбру Вернее амбру я ношу А вот уда Кожа Я не ношу И собственно Туда же вдогонку Другой аромат Иллюминум Он называется Тонкоуд Уд здесь кисленький Такой Прямо На самом деле Очень интересный Аромат очень красивый У меня Один молодой человек Покупал его От Ливантик Да К сожалению У них Вот это матовое покрытие Оно очень коцается Быстро К сожалению Потому что Это не матовое стекло А просто пленка На него наклеенная А Покупал у меня От Ливантик И это безумно красиво На нем раскрывалось Но На нем не значит на мне Собственно Тонкоуд Иллюминум Уходит тоже Куда-нибудь Пока никуда Но надеюсь Что хозяин К нему найдется Оранж-Сангвиния Ателье Калонь Классный Сочный Апельсин Апельсин Но у меня есть Лучше Вот просто У меня есть Те апельсины Которые я ношу Больше Во-первых У них же Самих Недавно Вышел новый Аромат Который называется Лимонный остров Лемон Исланд Айланд Который мне Гораздо Больше Нравится Одна тема Апельсинов Простите Но Бегарат Концентре Всегда В моем Сердце Поэтому Вот этот Вот просто Стоит Занимает Место И Пусть он Стоит Занимает Место У кого-то Кто будет Его Любить И носить Роза Гретта Я ее Купила В прошлом Году Это Ода Итали Я ее Купила В прошлом Году Это Такая Мускусная Роза С Зеленым Чаем Поняла Что Хорошо Красиво Но Мне Все-таки Не Надо Я ее Достаточно Много Ею Делилась Я ее Достаточно Много Продала Враспив И Вот сейчас Остался Остаток По-моему 20 Миллилитров Здесь Надо Просветить Короче Ну Вот И он Стоит И я понимаю Что и мне Не надо Вот И надо Искать ему Какой-нибудь Новый домик К этому Аромату И собственно Примерно То же самое Но только Это был В свое время Перк Какая-то Рассылка Вот Вот Эводи Маск Интенс Тихий Мускус С Амбреттой Очень Такой Пледово Кашемировый Парфюм Остаточек Здесь Совсем Совсем Небольшой Вот Потому что Тоже Как-то Он Мне Когда Пришел Я написала О нем Статью И Я Поняла Что Я уже Не ношу Мускусные Ароматы В таком Количестве Как носила Раньше Мне кажется Опять же Это как-то Связано С передозом Нарцисса Родригес Но У меня Остается Кроме Родригесов Из Мускусных Прямо Таких Явно Мускусных Парфюмов Это Over the Mask Мюглер И Кстати Они очень Похожи На мой Вкус И Пожалуй Хватит Вот Правда И Пожалуй Хватит Потому что А зачем А зачем Мускусы Очень редко Использую По крайней мере Таком Вот В чистом Виде А еще Клэр Маск От Лютанца Небольшой У меня Остаточек Собственно Еще Старенький С поле Прекрасный Замечательный И все Такое Снятость Редкости Вот это Вот Англомания Вивьен Вест Половина Половина Тридцатки У меня Просто Два Мне Два Не Надо Если Будуар Я Запасла Очень Прилично Англомания При всей Ее Красоте Это Помадная Роза С Кожей И С Таким Вот Пудровым Шлейфом И Собственно Причина В Пудровом Шлейфе Я Пудру Не Люблю Вот Да И Помадные Розы Вот У меня Есть Роуз Пудр От Маля В Дымке Для волос И Может быть Я еще Не решила Нужна ли мне Роуз Пудр В версии Депарфум И Собственно Все Больше Мне Пудровых Ростов Пудрово-помадных Ростов И не надо Софизма От Парфум Софиз Тоже Насколько Я понимаю Снятость Я с удовольствием Вот Реально Я немножечко Им делилась У меня Девушки Я продавала По-моему 10 мл Отливант Все остальное Я из этого Полтинника Выносила Сама Дико Странная Штука Которая Пахнет Хвоей Вишней Ёлки Сосны И вишни Очень Его любила Но Это какой-то Прожитый Период Жизни Вот Я его Прожила Как Энди Орхал Который Покупал Флакон Духов Носил Его Запоем Вынашивал Полностью И Больше Никогда Не возвращался К этому Запаху Или Носил Несколько Месяцев Неважно Вот У меня Здесь Так же То есть Я вот Как-то Его Относила Маньячно Просто Запойно На протяжении Длительного Времени Потом Несколько Раз Возвращалась И Теперь Уже Больше Года Вообще Не брала Флакон В руки Поэтому Поэтому Пора Бо Ему Тоже Найти Какой-то Новый Дом Наклейка Покоцанная Но Она Прям Супер Быстро Портится К сожалению Потому что Это Просто Бумажка Наклеенная На Флакон Аромат Который Вообще Был Немой Мне Его Притащила Подруга Взамен Флакона Который Она У меня Разбила От Левант Единственного Ириса Который Я Любила Но У меня Есть Другой Второй Левант Ириса И Притащила Мне На Замену Дем Неб Баш Оман Я Вообще Не знаю Что Аромат Тихие Мускусные Ирисы Я Такое Не Ем Сейчас Я Еще раз Обью За компанию Да Ну Короче Я Правда Не Ношу Такие Ирисы Поэтому Насколько Я знаю Марка Прекратила Своё Существование Это Тоже Такая Редко Снятость Все Дела Снова Про Ирисы Ирис Нобеля Аквадипарма У Меня Когда Это был его пробник Потом Я Нашла Себе Девушка Продавала Остаток Ну Знаете Это Королевский Остаток Здесь По-моему 20 Миллилитров По сравнению С тем Остатком Который Продавала Она Потому Что Там Было От Маленького Флакончика Это 100 Миллилитров А там Был Маленький Флакон Там Было На Полмизинце Я Его Относила И Очень 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 Хотела В итоге Что Правильно Вы угадали Он у меня Есть Я его Не носила Вообще Ни разу С момента Как купила Вообще Ни разу То есть Он хороший Это такой Ирис С туберозой Сладкий Очень Странный Очень Крутой Я знаю Что у него Просто армия Поклонников И Еще раз Говорю Аромат снят И его Прям Расхватывали В Сетях Когда его Распродавали Ну вот Все Вот просто Все Моя история С этим ароматом Закончилась Тогда Когда я Доносила Тот Первый Флакон И попытка Вернуть Его В свою Жизнь Она К сожалению Не увенчалась Успехом Поэтому Нужно Дать ему Новые Ручки Чтобы Его В них Любили Это Была По-моему Пиар Рассылка Ну да Я не покупала Его сама Сент Оф Кис Май Три Сердечка От Арман Басси Я очень Люблю Классический Арман Басси Инред В любой Концентрации Что До Парфам Что До Туалет Я Очень Симпатизирую Ве Фланкеру Блуминг Буке А Вот Все Остальные Ароматы От Басси У меня Не Прижились У меня Был Тот Который С розой Роуз Глейс По-моему Он Называется У меня Был Тот Который В виде Башни Гауди Посвященный Барселоне По-моему Не Помню Как Называется У меня Вот Этот Аромат У меня Был Его Предшественник Еще Какие И они Все У меня Не Приживаются Я От всех От них Избавляюсь В итоге Вот Знаете Как-то Для меня Оказалась Марка Одного С половиной Получается Потому что Аромат И его Фланкер Который Не сильно От него Отличается В общем Ароматы Он Симпатичный Он пахнет Какими-то Сладкими Ягодами С Сладкими Же Цветами Такой Немножечко Кисленько Шипучий Гораздо На мой взгляд Симпатичнее Потому что Первый Был Переслащенный Этот Гораздо Менее Сладкий Гораздо Такой Более Современный Но Просто Не моя История Мне кажется Для какой-нибудь Молоденькой Девочки Он будет Вообще Прекрасен Хотя Не обязательно Всех Вкус Как бы Разный Я вообще Не знаю Откуда Это взялось В моей жизни У меня есть Эйвен Пурбланка Версия Смайл Я Купила себе Классическую Пурбланку Потому что Я Очень по ней Скучала А вот Откуда Взялось Вот это Я Без понятия Я По-моему Даже Его Не наносила Ни разу По крайней Республика Он Так-то Не пахнет Я его Понятное Дело Что Если Найдется Новая Хозяйка Я его Предварительно Проверю Пропшикаю Все ли С ним Хорошо Вот Хотя Мы Можем Сделать Это Сейчас Живой Абсолютно Живой Аромат Вот Какой-то Такой Более Более Фруктовый Что ли По сравнению С обычной Пурбланкой Но Обычную Пурбланку Я брала Как Воспоминание О своих 15 годах И он Для меня Имеет Исключительно Такое Ностальгическое Значение Такое Ностальгический Смысл Это просто Аромат Воспоминаний А вот Этот Он Ни с чем У меня Не связан И Я не буду Его носить Продаю Продаю Избавляюсь Меняюсь И так далее На Тейн Данеш Велорезе Я купила Просто побольше Остаток Меня бесит Вот этот маленький Остаточек Во флаконе Я себе купила Почти полный Там тоже Чуть-чуть поделилась Но я думаю Мне вот идеально Оставить себе Знаете Где-то Треть от флакона Так чтобы И не раздражал Вот И при этом Его не было Слишком много Шикарная Телесная Жирная Пудра Лучший Пудровый Аромат В мире Вот И для тех Кто любит Такую классическую Прям мощнейшую Чуть винтажную Пудру Вот Просто Это фактически Ну такой Почти дубль Тоже Я не помню Кто-то мне его Отдал Наташа По-моему Наверное Флер Д'Оранж Марка Называется Стефани Д' Бруиджин Наверное Так Я Это прям Такой Крахмальный Мыльный Чистый Флер Д'Оранжище Такой Вот прям Очень мощный Это полная Сотка Без Нескольких Проб Наверное Которые Она сама Делала У меня На тему Флер Д'Оранжи Есть Лютанс Флер Д'Оранж И Если мы Говорим Про чистый Флер Д'Оранж Такой Вот прям Максимально Максимально Реалистичный И Может быть Я бы Себе Купила Тревел Даже Не полноразмерку А Тревел Флер Д'Оранжи Ла Бо Все Я Небольшой Флер Д'Оранжи В моей Попытке С ним Как-то Договориться И найти Общий Язык Они Преупределят К тому Что Я его Просто Не носила Никогда Вот И все Флер Д'Оранжевые Ароматы Которые У меня Появлялись Они В конце Концов Были Выселены Из Коллекции В те Или Иные Периоды Жизни Гуччи Блум Профум А де Фьори Это Новый Желтый Флакон Это Сотка Которую Я делала От Леванты Тут Осталось 40 По-моему Миллилитров Меня бесит То, Что Он Большой У Меня Просто Места В шкафу Нет Я Думаю Что Если Я Буду Покупать Профум А де Фьори Я Себе Куплю Маленький Или 30 Или Вообще Тревел Вот Ну Красота Невозможная Вот Например Амброзия Дифьори У меня Есть Сотка И Я Не думаю Что Там Такая Лилия С туберозой Которую Я 100% Буду Носить Много И Ношу Много Собственно А Вот Этот Вот При Всей Красоте Флакона Но Сотка Я Короче Буду Присматривать Когда Появится 30 Где-нибудь В магазине Желательно Подешевле Вот А Этот Соответственно Готова Продать Или Обменять Вторая Моя Попытка Подружиться С маркой Карван Не Увенчавшаяся Успехом Особо Это Аромат Париж Измир Он Красивый Но Вот Что-то Как-то Как-то Что-то Не Идет Амбровая Красивая Роза Такая Восточная Кстати Тут Сегодня Буквально Прочитала Где-то Что Типа Слово Восточный Применимо К ароматам Горить Некорректно Горить Амбровый Или Пряный Ну В общем Амбровая Роза Будем Корректны Няшечками Амбровая Амбровая Роза Такая Вот Очень Очень Развосточенная Как ни Крути Очень Красивая Но Стоит Но Стоит Рука Не Тянется Поэтому Зачем Зачем Его Держать Еще Рубрика Под названием Я не знаю Откуда Вы Взялись Я не пользуюсь Это еще Второй Я не помню Какой-то Трэвел Сет Купленный На каком-то Сайте Натуральной Косметики Неплохой Он Приятный Аромат Ну Не ношу Я его Просто Не ношу Хотя Казалось бы Такой Условный Вариант Для сумочки Так Еще У меня Знаете Есть Перис Монте Карло Я их Тогда От жадности Нахватала Типа В поделилке В распиве Все Такое Вот И они У меня Чуть Подзастряли Какие-то Ароматы Давайте Так Почули Но Зиби У меня Есть Мой Флакон Это просто Второй Шоколадные Густые Почули Такие Вот прям Очень мягкие Сладковатые Теплые Очень красивые Просто Второй Флакон Вот Какое-то там Количество Меллитров Остатки Это уже Надо смотреть Целенаправленно Здесь У меня Не подписано Маск Экстрем А Мускус Немножко Ладанный Прохладный Красивый Не ношу Как в принципе Не ношу Мускус Амбер Грис Тоже Дубль Горячая Амбра С лавданумом Красоты Невероятные Есть Мой Флакон Я очень Люблю Это одна Из моих Там Наверное Топ Топ Три Любимых Амбр Вторая Вернее Самая Моя Любимая Амбра Это Амбра Гучи Айов Два Аромата Которые Я планировала Оставлять себе Но в итоге Я понимаю Что Это Сантал Дю Пацифик И Уд Империаль Уд Империаль У меня есть В экстракте Сантал Дю Пацифик У меня Тоже Есть В экстракте Давайте Будем Честны И Сандал И Уд Это Те Вещи Которые Я Ношу Супер Редко И Держать Их В двух Вариантах Не Самая Хорошая Затея Вот Просто Изначально Просто В корне Своем Не Самая Хорошая Затея Дальше Роза Дороте Жердина Бенессера У меня Есть На эту Тему Аромат От Марки Один Там Тоже Но Они Практически Близняшки И Все Таки Один Он Какой-то Такой Более Редкий Более Недоступный Поэтому Я Решила Что Оставлю Его Просто Знаете Чувство Превосходства От Обладания Своего Рода А с Этим Ароматом Я Прощаюсь Это Аромат Белых Роз Если По-простому Мускусный Холодный Такой Вот Прям Застегнутый На Ну Не То Чтобы На При всей Моей Большой Симпатии К Мизон Маржелан Бабл Баф У меня Не Прижился Может Быть Я Себе Потом Как Нибудь Для Референса Знаете Куплю Десяточку Или Сколько Там У Них Тревел Но Вот Эта Сотка Она У Меня Стоит Чуть Чуть С нее Сносила Вот И Я Понимаю Что Она Залежалась У Меня Ну Раз Залежалась Нужно И Потому Что Есть Дубль Потому Что Зачем Мне Два Чи Фотум Артизан Парфюмер У меня Есть Старый Выпуск Новый Выпуск Я Так Подумала Решила Что От Нового Я Избавлюсь Прекрасный Аромат Чай Табак Аромат Посвящен Чайным Гонкам Когда На Клиперах На Маленьких Суденышках Гоняли Клоняльные Товары Из Доехал Первый Сорвал Весь Куш Классный Парфюм Безумно Его Люблю Но Два Флакона Будем 500 Флаконов В шкафу Будем Реалистами Я Не Сношу Даже У меня Сотки Половинка Я не Сношу Эту Половинку В жизни А если Сношу Вот В таких Версиях Он еще Вполне Прекрасно Выпускается Его Можно Найти Поэтому Просто Не Надо Вот Друзья Мои Я Вроде бы Ничего Не пропустила Быстро Пробежалась По всем Тем Ароматам Которые Я Сейчас Выгребла На Выселение Это Как я Уже Сказала Первая Часть Будет Продолжение Если Вдруг Так Сложилось Что Вам Что То Из Этого Приглянулось Пишите Мне Пожалуйста В Телеграм Телеграм Все Что Касается Продажи Через Телегу Потому Что Мне Там Проще Будет Вас Найти Чтобы Вам Ответить В инстаграме Это Все Теряется В комментариях Это Теряется Вдвойне Втройне В почте Это Может Улететь В спам В телеграм Это Не Пропадет Поэтому Все Вопросы Касающиеся Цен Обмена И Всего Остального Можно Адресовывать Мне Туда Забегаю Вперед Отправляю По всему Миру Куда Отправляет Почта Могу Сделать Это Честно Заполнить Декларацию И Очень Хорошо Упаковать Чтобы Оно Не Разбилось Вот Поэтому Естественно Приоритет России Вот По миру Тоже Без проблем Но Как я Уже Говорю Риски На Покупающей Стороне Таможенной Поэтому Если Что Заинтересовала Ссылочка На мой Телеграм Канал И Мою Личную Прямо Страницу Прямого Контакта В телеграм Чтобы Мне Можно Было Туда Прямо Написать В мессенджер Вот И все Спросить Welcome Я оставлю Внизу Список Если Какие-то Ароматы Будут Из него Уходить Я Просто Буду Из этого Списка Их Удалять Соответственно Вы будете Понимать Что По их Поводу Уже Не Имеет Смысла Спрашивать Обмен Тоже Рассматриваю Мой Вишлист Есть В инстаграме Я Тоже Прикреплю На него Ссылку Прямо Ароматы Из Вишлиста Можно Смело Предлагать На обмен Договоримся Так что Никто Не останется Обиженным Все Я вас Благодарю За внимание Целую Обнимаю Напоминаю Что Надо Подписываться Писать Комменты Рассказывать Может быть Вы за Какие-то Из этих Ароматов Носили Или Тоже От них Решили Избавиться И Устраиваете Ли вы Такие Чистки Мне Всегда Интересно Вот Отдельно Благодарю Спонсоров Канала И Напоминаю Что По ссылке В инфобоксе Можно Присоединиться К числу Спонсоров Все Спасибо Пока-пока